Детство я вообще называл там города как-нибудь. Какой-нибудь Башиноград. Строишь новый город имени тебя. Вот эту часть я бы вообще вырезал, и один из манекенов оказался человеком с трубой, который на тебя нападает. У него отрывается голова, ее можно будет пинать. Восхитительная игра, ни за что не играйте в ней. Меня зовут Евгений BadComedian, делаю обзор на фильмы, играю в настольные и в обычные игры. На первом месте самая любимая игра за все время. История человечества. Это, конечно, Fallout 2. Fallout 1 и 2, но 2, естественно, больше, потому что проработаннее гораздо больше диалогов, гораздо больше сюжетов, всего гораздо больше. Поэтому Fallout 2, естественно, на первом месте украл мое сердце в самом детстве. Причем я ненавидел пошаговые стратегии, просто терпеть их не мог. RPG. И тем не менее, настал момент, когда мы переезжали, у меня был диск только с Fallout. И мне пришлось его поставить, потому что, будучи школьником, надо было во что-то играть. Поиграл, влюбился, до сих пор отпустить не могу. Обожаю, перепрохожу до сих пор. Из жанра наркотиков, с которых я слез и больше никогда не хочу возвращаться, это Rainbow Six Siege. Я провел очень много в этой игре времени. Я не знаю, я, наверное, год играл запойно. И постоянно думал о том, чтобы играть в эту игру. Это, наверное, вот когда описывают World of Warcraft и так далее, я никогда не понимал, в чем смысл. Что значит эта зависимость? Я не понимал. Но поиграл, когда в Rainbow Six Siege, я вот понял, что такое зависимость. Восхитительная игра. Ни за что не играйте в нее. Не советую, потому что подсядете, слезть будет невероятно сложно. Я постоянно играл за химик, я не помню, который газовую бомбу, я уже очень давно не играл. Мне он очень нравился. И фьюз. Фьюз, который я в помещение гранаты мог закидывать с помощью устройства. Замечательный. Но больше всех химик мне нравился. Если бы вы смотрели этот ролик на 43-дюймовом мониторе AORUS FV43U от компании Gigabyte, то изображение было бы в разрешении 4К. Плавность картинки была бы головокружительной, а глубина цвета запредельной. Цветопередача была бы как в кинотеатрах IMAX, а динамическая контрастность как на вершине Эвереста. Если бы у вас был AORUS FV43U, вы могли бы смонтировать его на стену и смотреть этот ролик лежа на диване. Вы могли бы играть на приставке или компьютере, развалившись в кресле-качалке и вытянув ноги. Вы бы забыли о мерцании и задержках изображения. Вы побеждали бы всех одной левой и не выходили бы из топов игровых рейтингов. Если бы у вас был фантастический монитор AORUS FV43U, вы могли бы быть счастливы каждый день. Впрочем, это еще не поздно исправить. Нужно только перейти по ссылке под видео. Наверное, стоит назвать, конечно же, «Цивилизацию». Я не знаю, любую часть, которая была. Я в последнюю уже не играл, предпоследнюю, которая была, не про космос, вот до нее. Но это тоже игры-наркотик, которые я не советую никому играть, потому что подсаживаешься и слезть не можешь. «Цивилизация» — великая игра. Я бесконечно люблю, опять же, пошаговая. Fallout настолько сильно повредил меня, что я полюбил «Цивилизацию» в том числе. Хотя до этого я играл в нее, она мне не нравилась. Я всегда за наших играл. Ну, или за ацтеков. То есть ацтеков как раз из Южной Америки выбирал кого-то. Все правильно. Или из обычной Америки. Короче, за ацтеков я играл. Я сейчас напутаю. Не знаю, мне всегда нравились эти «Цивилизации». Они, опять же, исчезли, но мне они всегда нравились. То есть я играл либо за Россию, либо за ацтеков. То есть у меня очень странно. За другие я обычно не играл. Называешь как-нибудь... В детстве я вообще называл там «Города» как-нибудь. Какой-нибудь Башиноград. Строишь новый город имени тебя. Вот. «Цивилизация» — замечательная игра. Самый странный выбор, но дело в том, что я проходил эту игру относительно недавно, скачивая через Steam — это Blood. Шутер 97-го года от Monolith. Восхитительная игра. И дело в том, что старые шутеры на пиксельной графике до сих пор не устарели. До сих пор там есть какие-то фишки, которых ты в других играх и не увидишь в теории, потому что это они появились в тот момент. Сейчас очень сложно представить, что, например, кто-то в игре добавит... Если убивают зомби, там... У него отрывается голова, и ее можно будет пинать. Маленькая, странная деталь, но она там есть. И я помню, первый раз меня Балат испугал в будущем, когда я играл в детстве в него. Когда я убил противника монаха, он упал, я проходил его труп, и он начал дергаться. И они первые... Ну, может быть, не первые, но они одни из первых сделали эту штуку, что пораженный противник двигается после смерти. И это очень странно. И на уровне только открытия мира компьютерных игр это удивляет. Я бы хотел назвать огромный список игр, которые все знают. Да, Last of Us, GTA. Но это все знают, это бессмысленно называть, поэтому я назову Nox внезапно. Тоже старая игра, но... Я мог, опять же, назвать Diablo 2, но я назову Nox, потому что в ней, опять же, есть детали, которых нет в том же Diablo, и которые удивляют, даже сейчас могут удивиться. Очень маленькие детали, которые восхищают. Поэтому RPG в стиле Diablo 2. Если играли в Diablo, обязательно попробуйте Nox. Хотя она старовата, но все равно советую. Очень хорошая игра. Игра исчезнувшая уже, но она впечатлила меня в свое время очень сильно. Brothers in Arms. Потому что в ней была концепция подавления огнем. Она была одной из первых, опять же, игр с этой концепцией. Это меня удивило невероятно на тот момент. Я до сих пор помню ощущения, которые она вызывала. Великолепно. Было бы замечательно, если бы в Brothers in Arms был бы Советский Союз. Но, опять же, союзники тоже потеряли 500-600 тысяч, я уж не помню, человек. У них были страшнейшие операции, интереснейшие истории. И вот демонстрация героической войны со стороны союзников. Фильм практически, кинофильм показывает. Но дело в том, что действительно, Brothers in Arms подавал через кат-сцены. В общем-то, там был уже, наверное, Call of Duty, можно сказать. Но он тогда еще не превратился в то кино, которое есть сейчас. И Brothers in Arms, он делал шаг туда тоже. Там сюжетная... Я до сих пор помню... Господи, я еще одну игру вспомнил. В общем, я вспоминаю сюжетную составляющую, но все еще геймплей держал больше всего. Потому что вот этот эффект подавления... Я до сих пор помню, что ты подавляешь противника, они прижимаются за огнем, и ты можешь обходить их. Но и они тоже самое могут делать. В общем, великолепная игра. Я во вторую часть не играл, но мне понравилась сама концепция, опять же, что это вроде как должен был быть шутер, и там есть оружие. Но большую часть времени ты ходишь с обычными палками, ножами и так далее. И до сих пор помню одну сцену. Замечательно, когда ты заходишь... Это часто в фильмах используют, но в игре это было первый раз, и я не в фильме увидел, а именно в игре. Там было задание, когда ты заходишь по огромному магазину, ходишь, и был магазин одежды, где стояли манекены. И идешь-идешь, и один из манекенов оказался человеком с трубой, который на тебя нападает. Блин, я еще хочу назвать Resident Evil. Resident Evil 7. Resident Evil 7 восхитительно. Вот это мне очень понравилась игра. Замечательная, замечательный перезагрузка серии. Я всю серию люблю, но седьмая часть украла мое сердце даже больше, чем в детстве украл Nemesis из третьей. Меня ничего в Resident Evil не смущало, кроме того, что после дома началась сюжетка с автоматом в корабле. Вот эту часть я бы вообще вырезал, и в нее не играл никогда. Потому что она не нужна, она не интересна, она не страшна. Все, что сделано в доме, я боялся всех монстров. Я играл ночью, и вот это вот ощущение, когда... Да, они, в общем-то, не страшны, но все равно есть какое-то подавление. Потому что у тебя там два патрона, монстр ложится с трех, грубо говоря. Я уж не помню, как ситуация была. И там этих монстров два, и ты пытаешься сбежать. И в рукопашку с ними нет смысла вступать, потому что больше, 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 больше. И замечательная игра. По крайней мере, у меня такие впечатления остались. В общем, Resident Evil замечательная перезагрузка. Но я, опять же, не играл в новую часть. Я надеюсь, что она на том же уровне. Это был я, Евгений Баженов. Рассказал о семи любимых играх, которые запомнились. Скажем так, потому что нельзя сказать, что все... Я жутко люблю Fallout из этого всего списка больше всего. Поэтому те игры меня впечатлили или просто запомнились, скажем так. До утра. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»